Всем привет! При посещении Республики Молдова любой турист так или иначе получит рекомендацию посетить винные подвалы или Мелешт или Крикова. В этом видео хочу поговорить именно о Криковских подземных галереях, но не о тех, о которых мы все знаем, а немного других. Но обо всем по порядку. Я, привозя туристов на территорию комплекса, становлюсь лишь водителем, так как здесь работают свои специализированные экскурсоводы. Припарковавшись вдоль дороги, в ряд со всеми остальными машинами, следующие 2 часа примерно, столько длится тур с дегустацией, я по обыкновению или залипаю в смартфоне, или залипаю в ноутбуке, создавая подобные видео. Но недавно я узнал об альтернативном времяпровождении. Как вы знаете, сама дорога у винодельни проходит по краю небольшого ущелья, на дне которого находится озеро. На противоположной стороне склона видны отверстия шахт от предыдущих выработок из лесняка. Я всегда называл их вентиляционными шахтами. Так ли это на самом деле, я не знаю. Так вот, недавно, в марте 2023 года, я проводив туристов на экскурсию, решил прогуляться вниз, а потом подняться до тех шахт. Тем более, что виды на противоположной стороне были очень живописными, с высаженными соснами на склоне. Я там периодически вижу людей, то есть место, хорошо знакомое местным. Так вот, там метрах в 100, вверх от домика охранников, есть тропинка вниз, заасфальтированная на пару метров. Она ведет к озеру. По ней я и пошел. На вид тропинка относительно широкая, видно, что здесь часто ходят, а сам спуск не особо-то и обрывистый, можно легко спуститься. Как это у нас обычно бывает, парадная часть блестит и сияет, а за кустами, вдоль тропинки, то тут, там встречается мусор. Хотя, могло быть и хуже. К моему удивлению, озеро внизу упирается об озабетонированную дамбу, разделяющую это озеро от другого котлована, которое тоже когда-то было водоемом. Пару раз мимо меня прошли несколько молодых ребят. Откуда и куда они шли, не совсем понятно, но скорее всего это отдыхающие местного кемпинга в низине на берегу озера. Пройдя эту дамбу, можно подняться наверх, по склону. Подъем не самый легкий, так как мешают огромные борозды, созданные потоками воды. Глубина этих борозд может достигать до 3 метров. Таким образом, можно забраться до одиноко стоящей сосны, виды с которой открываются потрясающие. В тот день, когда я там был, было очень ветрено и холодно, но думаю с апреля по сентябрь здесь можно комфортно посидеть в умиротворяющей тишине и глядеть вниз. Кроме прочего, чуть ниже расположены отверстия Штолин. Те, кто знаком с подземными галереями, знают про машину Галанина и как добывался известняк в советское время. По разбросанным вещам и мусору у входа в Штольни складывается ощущение, что заброшенным этот объект стал относительно недавно, может лет 10 назад. Немного поснимав внутри, я пошел дальше. Идти вглубь я не решился. Фантазия играет со мной злую шутку. А вы идите? Идите. Нет там ничего страшного. Наверное. По дороге набрел на кусок похожего на древний морской риф. Я не геолог или палеонтолог. Точно не определить, что-то. Но отложения Сарматского моря просто поражают. Прогуливаясь, инстинктивно ищу глазами останки трилобита, подобные найденным в шахтах Мелеш-Тимич и хранящиеся в музее этнографии. Вот как-то так. На самый верх к виноградникам подниматься не советую. Там есть знак, что проход запрещен. И вообще, думаю, администрация винодельник Рикова, наверное, не в восторге от людей, бродящих, как я, по их заброшенным шахтам и прочей инфраструктуры комплекса. Однако я считаю, что наоборот, это место стоит облагородить, расчистить и обустроить, так как в прогулке по ущелью и шахтам можно с пользой провести время, ожидая туристов. У человека должен быть выбор и прогулка на свежем воздухе с погружением в историю – прекрасная альтернатива ожиданию в ресторане. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok